Балтийск 2017 год здесь проживает около 33 тысяч человек. Еще совсем недавно Балтийск был закрыт для посещения иностранцам, как пограничный населенный пункт. Город имеет богатую историю, конечно, с военным акцентом. За время своего существования он несколько раз переходил под контроль различных государств. В 2000-х годах Балтийск стал привлекать туристов и до сих пор пользуется интересом у путешественников. А вот целью приезда сюда мытищинской делегации было нечто особенное и важное. Товарищ командир, экипаж построен по сигналу большой сбор для подъема военно-морского флага. Помощник командира корабля, капитан Ляд Мучинский. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ капитан третьего ранды. Вольно. Товарищ командир, время вышло. Флаг поднять. Флаг, флаги расцвечивания поднять. Ранним утром один за другим на кораблях поднимаются знамена с изображением Андреевского креста, символом российского военно-морского флота. На корабле мытищи сегодня особенный день. Экипаж ждет гостей. Командир малого ракетного корабля мытищи, капитан третьего ранды Газимов. Здравия желаю. Доброе утро. Здравия желаю, товарищ командир. Здравия желаю. Мытищинская делегация прибывает на корабль в 10 часов. Цель визита – подписание договора о развитии шефских связей и сотрудничестве между администрацией нашего городского округа и командованием корабля. Но, как известно, первое впечатление – самое важное. Поэтому после знакомства – обмен подарками, а затем – экскурсия по кораблю. Управление в море, в повседневной деятельности, в мирное время – все идет особо. При боевом остается только рулевой, все остальные уходят в другое место. Командир с гордостью показывает внутренние помещения. Рубку, каюты, камбу, столовую, мини-прачечную. Конечно, тесновато, но все условия для комфортного проживания экипажа созданы. Так что выполнять стратегические задачи у моряки будут с удобством. В серьезности их целей можно не сомневаться. Сегодня в связи с напряженной международной обстановкой и нового отношения к работе и быть не может. Ситуация сложная, труднообъяснимая, а главное – непредсказуемая. Экипаж малого ракетного корабля Мытищи всегда в боевой готовности. Ведь они стоят на передовой и первыми отправятся на защиту суверенности России. Отсюда рукой подать до Польши, недалеко Литва. И всю эту большую ответственность чувствуешь сразу же, как поднимаешься на борт. Малый ракетный корабль Мытищи пополнил состав ВМФ России 17 декабря 2018 года. Заложен в 2015 году на ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Это корабль проекта 22800, шифр «Каракурт». Первый в серии, то есть головной корабль. С него начинается история данного проекта. Предназначен для поражения критически важных объектов противника и надводных целей. То есть это ударный корабль. О его ударности говорит укомплектованность оружием. Главная сила спрятана в теле корабля. Мытищи оборудован ракетным комплексом «Калибр». Каждая из ракет высотой с трехэтажный дом. После такого назвать корабль малым не поворачивается язык, но по военно-морским меркам это действительно так. И это тоже преимущество. Малый значит скрытный, малый значит быстрый, малозаметный. Корабли такого класса быстро вышли, выполнили задачу и скрытно ушли. На корме установлен комплекс зенитных артиллерийских установок АК-630, предназначенный в первую очередь для уничтожения противокорабельных ракет. На носу еще одна ударная остановка. Здесь практически на каждом шагу техническая новинка. Вот, например, модернизированная необитаемая артиллерийская установка АУ АК-176МА, предназначена для поражения надводных, воздушных и береговых целей. Поражают и скоростные характеристики корабля-мутища. Он может достигать скорости в 30 узлов с помощью двух двигателей общей мощностью 30 тысяч лошадиных сил. Современное оснащение плюс маневренность делают из корабля-мутища страшного врага. Быстрого, сильного и незаметного. Немаловажно, что встроили его с учетом политики импортозамещения. Корабль достоин всяческих похвал. Это отечественная разработка, полностью применена отечественные технологии, материалы. Восхищенный кораблем и инженерными решениями, и исполнением. Поэтому впечатление очень хорошее. Торжественная церемония и подписание договора о развитии шефских связей и сотрудничестве состоялась в кают-компании. Традиция, которая берет начало в 20-30-х годах прошлого века, сегодня, в веке 21-м, ставит другие задачи. Договор о шефских связях – это в первую очередь дружба. И, конечно, с его помощью у мытищенцев появляется возможность проходить службу на этом современном корабле. Наверное, вся история нашего городского округа велась к тому, что рано или поздно это событие должно было осуществиться. Большое количество ветеранов вооруженных сил, ветеранов Великой Отечественной войны. Вообще вся наша славная история велась к тому, и были обращения нашего совета ветеранов для того, чтобы присвоить это почетное на винование. Я считаю, что главная задача любых шефских связей – это, прежде всего, патриотическое воспитание нашей молодежи. Мы надеемся, что сможем обеспечить прохождение службы на этом корабле наших ребят-мытищиц, которые призываются. Естественно, будем помогать кораблю и морально, и, по возможности, материально. Командир «Мытищ» для прохождения срочной службы ждет самых лучших мытищенских бойцов. И можно не сомневаться, поучиться новобранцам здесь будет у кого. Опытный экипаж корабля уже успел поучаствовать в нескольких испытаниях в Южной Балтике, Финском заливе и Беломорье. И военные походы будут продолжаться. Да и наверняка мытищенцам проходить службу на корабле «Мытище» будет морально легче. В общем, все сулит долгую и крепкую дружбу. Субтитры создавал DimaTorzok